В эфире студия Репортер. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. С 30 сентября по 1 октября в Одесском Ботсаду будет проходить благотворительный фестиваль. Собранные деньги организаторы планируют направить на ремонт пальмовой оранжереи, которая находится на французском бульваре. Что будет на фестивале и кому обязательно стоит его посетить, нам сегодня расскажет один из организаторов Людмила Левчук, зав. лаборатории экспериментальной ботаники. Здравствуйте, Людмила. Давайте заинтересуем всех тех, кто нас смотрит. Пускай приходят в ботанический сад. На что нужно прийти посмотреть обязательно? Что будет в мероприятии, выставке, мастер-классе? Расскажите, пожалуйста. Фестиваль этот, конечно, у нас уже не первый. И люди, наверное, уже жители города и гости немножко привыкли к нашим фестивалям. И они представляют примерно, какой у нас формат. Но в этом году мы добавили чего-то много нового, поэтому, конечно, мы, я думаю, что как-то постараемся всех удивить. Что будет? К чему готовиться? Будут какие-то такие традиционные вещи, которые мы делаем всегда. Но это и школа-садовника, когда ребенок может прийти, посадить какое-то растение и забрать с собой. Это будет бесплатно. Это будут мастер-классы, то есть с детками будут заниматься и наши сотрудники, и там какие-то приглашения. А чему будут учить? Обращаться с растениями, высаживать, ухаживать? Рисовать, лепить, там, ну, разнообразные мастер-классы, какое-то рукоделие. То есть, в общем-то, обычно детки у нас не скучают. То есть наши сотрудники делают с ними там букетики, веночки. То есть детям это, как правило, весело. Ну и ребенок, который сам посадил растение, который уже понимает, что там у него есть маленький ребенок, что у него есть там корешок, стебелек. Если он пришел, взял его домой, поливает, то этот, конечно, ребенок уже не пойдет в парк, там, ломать деревья или что-то такое. Как метод воспитания? Учить, ухаживать и учить ответственности? В этом я считаю, конечно, очень большой такой позитивный момент воспитательный, потому что, ну, детей надо как-то с детства это... То есть у кого есть дети, нужно приходить обязательно. Что для взрослых будет? У нас обычно это такой вот, бывает праздник семейного типа. Для взрослых у нас будет замечательная выставка картин, выставка гравюр будет на той территории. Значит, ну, вот что вот такое вот новое-новое будет в этот раз? Мы будем пускать людей на две территории. То есть у нас обычно территория для прогулок — это французский 48-50, который напротив санатория Чкалова. И там у нас можно просто прийти, купить билетики, просто погулять. А на территории, которая французская 87, нас часто вот в этом упрекают, что эта территория такая закрытая. Вот. И там нельзя никогда прийти погулять. Ее можно посетить только с экскурсией. То есть в этот раз мы решили как-то изменить ситуацию. И просто на этой территории будет тоже фестиваль. Можно будет прийти погулять именно на этой территории, которую очень все хотят посетить, поскольку это такое что-то достаточно закрытое. Я уже озвучила, что фестиваль благотворительный и вырученные деньги пойдут на ремонт оранжереи. Расскажите про вот ту оранжерею, которая, собственно, и требуется ремонт, и в каком она состоянии, и сколько денег нужно насобирать? Вот к чему вы стремитесь? Значит, оранжерея — это она, в принципе, вот ей сейчас исполнилось где-то примерно 130 лет. Архитектор, который построил эту оранжерею — это архитектор Бернардацы. В этой оранжереи мы содержим коллекцию субтропических растений. То есть, в принципе, это растение, которым уж очень высокая температура зимой не нужна. То есть им достаточно 5-7-10 градусов зимой, и они вполне нормально зимой. Но все равно нужно поддерживать эту температуру. Эту температуру обязательно нужно поддерживать. Ну, вы помните, ну, наверняка все в городе помнят, когда вот у нас была буря такая вот 3 года тому. Мне кажется, это был май, да? Да, в мае была буря, конец мая. Вот тогда, конечно, очень многие теплицы у нас пострадали. Некоторые так мы не удалось так восстановить. Это в том числе, да? Это архитектор тоже в том числе. Вот, и там она была вот остеклена, то есть у нас со стеклом. И это стекло вот потихоньку пришло, вообще побилось уже, пришло в негодность. А остеклить на высоте не представлялось никак возможным. Вот, и поэтому была идея, конечно, накрытие поликарбонатом. Вот, то есть и для того, чтобы как-то эти растения сохранялись. Потому что последние 4 года мы ее просто накрывали слоем пленки. И когда зимой эту пленку бывало срывало, это, конечно, было очень... То есть растения страдали. Очень страдали. Нужно стекло, правильно я понимаю? Стекло не нужно. Мы сейчас скроем ее просто поликарбонатом. Значит, часть денег была собрана до этого на свадебном фестивале. Вот, и эти деньги уже отданы строителям. И сейчас строители продолжают работу. Ну, вот, в принципе, люди, которые придут, погуляют, они смогут посетить эту теплицу, зайти туда, посмотреть. Посмотреть, что они уже сделали. Да, потому что строители уже сделали достаточно большой кусок работы. И выглядит это сейчас, конечно, намного более привлекательно. А какова цена вопроса? Вот сколько денег ожидаете насобирать от грядущего фестиваля? Сколько еще не хватает? Ну, все, что насобираем, они точно уйдут. Потому что, в общем-то, мы сейчас делаем... Вообще не говорим о том, что мы полностью эту теплицу ремонтируем. Там еще работа и работа. То есть, в общем-то, сейчас как бы хотя бы задача, хотя бы накрыть ее. Вот. Ну, и там цена вопроса где-то порядка больше, чем 200 тысяч гривен. То есть часть денег мы уже отдали. Но часть денег нужно собрать на этом фестивале, чтобы просто рассчитаться со строителями. Была информация о том, что бот-сад одесский отключили от отопления. И под угрозой остались оранжереи и, собственно, растения. Как прокомментируете, действительно отключили от отопления? Ну, вы знаете, что рядом с ботаническим садом там сейчас происходит строительство. И в самом деле был такой момент летом, когда они отрезали. Ну, когда вот на какой-то период отопления было... Ну, тогда отопления не было. То есть трубы были перерезаны. Конечно, мы очень благодарны и общественности, и всем неравнодушным людям, которые, конечно, так подняли этот вопрос и откликнулись. Мы очень благодарны руководству университета, которое тоже очень так активно нас защищало, и которое проделало огромную работу для того, чтобы эта ситуация как-то нормализовалась. И благодаря общим усилиям, конечно, сейчас это отопление восстановлено. Конечно, для нас это был очень такой переживательный момент, потому что, ну, остаться без отопления зимой, это, конечно, ремонтируй, не ремонтируй теплицу, а когда отопления нет, это, конечно, очень тяжело. Ну, причина строительства, да, насколько я понимаю, соседняя, да, причина отключения. Вот причина, ну, то есть это, видимо, какое-то было недоразумение, но, в общем-то, на сегодняшний день Проблема решена. Благодаря всем конфликт исчерпан, да, поэтому мы, конечно, благодарны всем, кто помогает. Территория Ботсада – это кусок лакомы. Вот вы затронули тему строительства, и действительно, французский бульвар, огромная территория. Представляете, сколько можно многоэтажек и домов там построить. Вы, как руководство, как сотрудники Ботсада, ощущаете какое-то давление? Кто-то приходит, смотрит территорию, что-то вот предлагает, озвучивает. Будут ли стройки, скажем так, в ботаническом саду, любимом? Ну, мы, конечно, очень надеемся, что этих стройок не будет. Ну, ботанический сад Одесского национального университета, он, конечно же, имеет статус заповедности. То есть это заповедная зона, и для того, чтобы там начать какое-то строительство, нужно прежде всего снять этот статус заповедности. Вот, поэтому, ну, я, конечно, надеюсь, что и этот статус, и много неравнодушных людей, ну, и как-то вообще понимание того, что, конечно, ну, такой же мчужине, как Одесса, тоже нужно. И ботанический сад, и все. То есть, в принципе, не все же измеряется... Как тумерческие объекты. Каких-либо строительных компаний, вот, начать стройку, вырыть котлованку. Я не настолько высокий администратор, чтобы ко мне обращались с такими вопросами. Ну, да, конечно, периодически бывают какие-то слухи, какие-то разговоры, но это все... То есть, ну, так вот реально, чтобы кто-то приходил и захватывал что-то, ну, такого, конечно, еще не было. Одна из строительных компаний, я не буду называть ее, дает рекламу по радио, по телевизору, где не что-то дома, который строит она, находится в ботаническом саду. Как это можно прокомментировать? У вас в ботаническом саду стоит дом, правда? Нет, в ботаническом саду у нас нет дома. Вот, то есть, ну, поскольку эта компания построила дом очень близко возле нас, то, конечно, вид из окна у них достаточно приятный, вот, и поэтому, ну, это так вот, у них такая аллегория. На самом деле, никакого дома в ботаническом саду нету, то есть ботанический сад как оставался в своих границах, так он и остается, поэтому это, ну, так вот, на их совести. Я поняла. Еще информация, буквально пару месяцев назад и общественники, и журналисты наблюдали за тем, как рыли котлован для бассейна, тоже одного из жилых комплексов строительной компании, и тогда говорили, что ползет склон, и это угрожает ботаническому саду, то есть то, что он просто сползет, не будет тех деревьев, которые удерживали склон. Как сейчас обстоит ситуация вот с этим вопросом? Тоже общественность подняла тогда вот этот вопрос, и выходили на акции, и, конечно, это сейчас остановилось, и, в общем-то, сейчас тоже большое спасибо, более-менее наладилось. Наладилось. Людмила, ну, вот туда послышим мы о фестивале, о благотворительной акции, и, вы знаете, складывается впечатление, что идет, ну, какое-то недофинансирование стороны государства. Как вот сейчас поступают деньги на развитие? Это же важные объекты в туристическом, и в сфере туризма, и в сфере науки. Ботсад финансирует вообще государство? Ботанический сад, мы всегда забываем, что у нас ботанический сад Одесского национального университета, поэтому финансирование у нас идет именно со стороны университета. И, конечно же, университету сейчас удерживать такую махину, которая, в общем-то, достаточно энергиоемкая, потому что вода, свет, тепло — это, в общем-то, сейчас такие достаточно серьезные средства. Поэтому университет, конечно, достаточно, я так понимаю, ему сложно это все делать. Но, вы понимаете, сейчас такая ситуация в стране, что мало кто может похвастаться тем, что там у него очень уж много денег, и очень уж много он денег получает на развитие. Поэтому, конечно же, мы сейчас, благодаря очень какому-то количеству неравнодушных людей, у нас находятся меценаты, которые нам реально помогают какие-то вещи делать. То есть они понимают, что да, мы хотим работать, мы хотим сделать ботанический сад очень красивым, чтобы все приходили и видели, да, у нас... А что делают? Что делают? Давайте расскажем. Сделают очень много, на самом деле. У нас были отремонтированы теплицы на старой территории, три теплицы, то есть за средства меценаток. У нас мы сделали розарий. Сейчас в этом году вот эти же меценаты нам сделали дорожки на розарий. Они нам сделали центральную аллею тоже, они нам плитку постелили. И они, конечно, для нас делают очень много такого позитивного. То есть на розарий сейчас поставили металлические очень красивые кованые арки. То есть, в принципе, если розы уже на следующий год завьют эти арки, то у нас этот розарий, он будет уже такой, уже более-менее... Вот ярусы у него появятся. И тоже он будет, конечно, смотреться намного лучше. Вот поэтому, конечно, очень мы благодарны тем людям, которые нам приходят и помогают. Какие еще люди есть? Какие еще есть проблемы? Давайте их озвучим. Возможно, кто-то из меценатов послушает и захочет еще внести свою лепту. У нас есть еще много оранжереи, которые нуждаются, конечно, в какие... Ну, они в плохом состоянии, их нужно ремонтировать. У нас есть очень хорошая папоротниковая оранжерея. То есть вообще на фестивале, я забыла сказать, на фестивале мы в этот раз откроем теплицы. Там будут постоянно дежурные. То есть если раньше люди приходили, мы говорили, что теплицы, извините, пустить не можем, то теперь мы откроем оранжереи, и люди смогут заходить, смотреть. Они, конечно, у нас не экспозиционные, а фондовые. Ну, то есть там растения коллекции хранятся, то есть они не приспособлены для посещения большим количеством людей. Ну, я думаю, там несколько небольшими группками мы сможем пускать людей. И у нас есть, конечно, старейшая, уникальнейшая коллекция. До Великой Отечественной войны у нас была такая программа, хотели сделать траншейную культуру цитрусовых. Ну, эта программа никак тогда не получилась, но у нас с тех времен остались цитрусы, которые растут в грунте. И у нас есть цитрусовая оранжерея. Конечно, она тоже нуждается очень в ремонте. И когда мы, конечно, там уже закончим с большой пальмовой оранжереей, то я думаю, что как-то начнем уже и другие теплицы и оранжереи приводить в порядок. Что ж, спасибо вам, Людмила, за то, что рассказали, посвятили. Я напомню, что мы сегодня говорили с Людмилой Левчук, зав. лаборатории экспериментальной ботаники, и говорили о фестивале, который пройдет с 30 сентября по 1 октября. В ботаническом саду фестиваль благотворительный. И все деньги пойдут на восстановление, ремонт оранжереи, которая находится на французском бульваре. Меня зовут Татьяна Блайда, и мы с вами увидимся на репортере. Счастливо!